Итак, ребята, через 25 дней я вылезаю на Интерджет, на гейт номер 53. Лечу в Мехико-Сити. Ночью уже буду в Мехико-Сити в 12 ночи. Обычно я использую Интерджет, там просто удобно с багажом, нет никаких ограничений для ручной плавы. Если брать, допустим, Вивары, то там есть ограничения. Ну, а если взять AirMechico, цена чуть выше. Из-за этого Интерджет самый такой оптимальный вариант. Плюс в Канкун я здесь не останавливался, потому что, как я говорил, здесь цены на такси, особенно в вечернее время, доехать до города 50-60 долларов. Ну, то же самое, что долететь на самолете из Канкуна до Мехико-Сити. А в Мехико-Сити там есть метро, там дешевое такси, обычно я использую возможности, еду сразу в Мехико-Сити. В Мехико-Сити в Канкун я не останавливаюсь, как правило, бывает, но очень редко. Так что, долетаю через 15-20 минут, мой гейт номер 53. Ну, и буду снимать видео о том, где я живу в Мехико-Сити, где у меня останавливаются VIP-клиенты, какие районы в Мехико-Сити я выбираю, какие там есть парки, где можно поразвлекаться. Ну, сейчас посмотрим состояние самолетов. Ну, вообще в Мехике здесь все очень новое. И так, ребята, я в Мехико-Сити. И так, ребята, я в Мехико-Сити. С копейками Песа выхожу на улицу, и здесь вот эту бумагу нужно будет передать. Ну, давай. Да, да, да. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok